Привет, ребята! Это Madcore и курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о разных способах создания графических накладок при помощи фото текстур. Работать мы будем с режимами наложения. Вот, к примеру, у меня есть ржавая поверхность, которую мне нужно смешать с базовым слоем, и вот он. И для этого я использую режим умножения. Это хороший способ, но, как вы могли заметить, что эффект получается слишком глобальный. А что, если мне нужно было добавить лишь немного ржавчины? Или же мне нужно было нарисовать что-то на ржавчине? Но мне не хочется настраивать маски, мне нужен один единственный эффект, который бы автоматически выделил ржавчину, а остальное удалил. Я нажму на иконку панели слоев и выберу параметры наложения. Как вы видите, режим пока что нормальный. Это обычная настройка для только что созданного слоя. Непрозрачность равна 100%. И внизу окна указаны Blend If Grey. Смешивать, если серый. И ниже мы видим два разных ползунка. Если мне нужна лишь ржавчина, то нужно учитывать, что это темный фон, а он на левом краю ползунков. Серый тон, он между ржавчиной, это светлый тон. Поэтому мне нужно указать Blend If Grey и после сместить ползунок влево, чтобы скрыть серый тон. И, как вы можете видеть, светлые тона начинают пропадать. Все, что у меня осталось, это темные тона, видные на ползунке тона, то есть ржавчина. И я могу сделать и обратное, то есть оставить светлые тона, скрыв темные. Вот я скрыл ржавчину, у меня остались лишь серые тона между двумя отметками. Как вы можете видеть, режим наложения по-прежнему нормальный. Непрозрачность по-прежнему равна сто процентов. То есть система мыслит так. Давайте всем объектам назначим стопроцентную непрозрачность, но некоторым назначим ноль процентов. Но, как вы видите, есть некая резкая грань, где непрозрачность меняется со ста процентов на ноль. К счастью, эту границу можно сделать не такой резкой. Если кликнуть на черную стрелку и нажать alt, то можно разделить одну стрелку на две. И в результате цвета начинают плавно выцветать при наложении. Так граница наложения становится более плавной. Отлично! И теперь давайте вернемся к изолированию ржавчины. Некоторые светлые тона мне нужно удалить, но граница должна быть не такой резкой. И я немного поработаю со стрелками, пока не найду нужное сочетание. Итак, все готово и осталось нажать ok. Это не разрушительный эффект, то есть если я не удаляю, не стираю и не меняю сами слои. Они у нас остаются нетронутыми. Я просто скрываю и открываю тона при помощи стрелок, но есть несколько проблем. Ржавчина выглядит просто замечательно, но вот в темных участках она смотрится не очень. Темные участки, то есть щели между панелями не имеют ржавчины, и поэтому иллюзия теряет свою правдоподобность. К счастью, я могу удалить ржавчину с ненужных мест при помощи нижнего ползунка. Все работает точно таким же способом. Где мне нужно скрасть непрозрачность? Что мне нужно спрятать? Мне нужно скрыть ржавчину в темных участках, там где тени. То есть получается, что буду менять нижний левый ползунок. И по мере того, как я сдвигаю ползунок вправо, ржавчина постепенно исчезает. И теперь, если переместить ползунок вправо, то она совсем скроется. Мне нужно вернуть ржавчину обратно, чтобы она была лишь в незатененных участках. И чтобы эффект был не таким резким, я разделю ползунок на две стрелки. Так наш эффект будет более мягким. Я подтвержу изменения и немного увеличу изображение, чтобы увидеть, как этот эффект работает. Смотрите, просто супер! Как вы видите, ржавчина изолирована от оригинального серого фона. Плюс она не попадает на темные щели между панелями. Вот вообще еще один крутой пример. Как видите, ржавчина проходит прямо поперек щели, а затем исчезает. Я скрою слой наложения, чтобы вы видели разницу. Вот оригинал, а вот ржавчина поверх. Смотрите. Конечно, вы можете пользоваться и режимами наложения для создания фотоколлажей. Обычно я сам так делаю. Но если вам нужна лишь часть фотографий, например, лишь ржавчина или нарисованный номер, видный на фотографии, то тогда опция смешивать если, это единственный способ добиться нужного эффекта без утомительной работы. Поэтому я советую вам зайти в сеть, скачать фотографии с текстурами. И когда вы усвоите метод работы с фотографиями, попробуйте поработать с собственными картинами. Очень крутая штука. Спасибо за внимание! Спасибо! Спасибо!